добрый день дорогие друзья сегодня мы поговорим немного о уме евреев то есть иначе говоря почему евреи умные и чем это можно объяснить я предложу несколько гипотез гипотез которые выдвинуты современными учеными для объяснения этого факта но прежде чем мы перейдем к объяснению этого факта но вообще этот факт еще доказать то есть начиная нам надо ответить на некоторые предварительные вопросы а именно умны ли евреи все ли евреи умны и можно ли это количество как-то выразить существует ли количественные методы начнем с небольшого такого я исторического экскурса если брать сегодняшний день то как бы ни у кого не вызывает сомнение то что евреи определенный вклад ну скажем так мягко говоря внесли в научное развитие то есть значит говорят среди многие выдающиеся ученые многие выдающиеся музыканты врачи и медики деятели культуры и деятели литературы там телевизионные персонажи и персонажи работники телевидения персоналии является время и как бы это особо никого не уделяет сейчас но это было не всегда то есть если брать на начало 19 века ничего такого не было то есть до 19 века евреи жили обособлено от остального населения тех стран в которых они проживали причем резко обособлено то есть они говорили на другом языке они говорили на идиш это для евреев которые проживали в германии и затем переселились значительная часть из них в речь посполитую это мы говорим средневековая европа и европа времен начала современные времена начала современных времен то есть 16 17 и 18 они проживали обособлено в своих таких вот сообществах гетто можно их назвать они почти не выходили за пределы его ну то есть незначительное количество евреев выходила за пределы гетто и они не могли заниматься профессиями теми которые занималась местное население это был либо запрет светской власти либо же запрет именно раввинов которые не позволяли этим заниматься и если они и занимались чем-то за пределами гетто то это в основном были стареевщики и ростовщики ростовщики из-за того в основном что христиане у христианстве есть запрет на то чтобы давать кому-то в долг и получать за это процент то есть на судный процент запрет существует в христианской религии во всяком случае существовал и ранее и это был серьезный запрет но так как такая такого рода услуга была востребована то христиане находили способы обойти то есть они тогда они сами служали а нанимали как бы вот многие аристократа нанимали еврея для того чтобы те вели их финансовые дела и как бы это вроде бы не я даю а вот мой еврей финансист дает в рост деньги ну и другие были способы обхода например для христиан например ты взял у кого-то в долг 100 талеров с тем условием что ты ему тоже отдашь 100 талеров без процента но там оговаривалось такое условие что например если ты там вдруг задержишь на час или там на день то тогда у тебя ты должен оплатить штраф в размере скажем 5 талеров то есть пять процентов от суммы грубо говоря и понятно что по обоюдному согласию ты выдерживал и отдавал с учетом этого штрафа не 100 талеров а 105 талеров фактически туда отдавал с процентами эту сумму но она но в данном случае это был уже как бы формально не процента штраф но на самом деле это был процент так как это все по обоюдному согласию сторон происходило потом произошло событие такое как великая французская революция наполеоновские войны и в результате всего этого произошла так называемая эмансипации евреев то есть они перестали жить именно где-то большинстве с то есть это где-то где-то сохранились такие вот например в россии была такая вещь как черта оседлости то есть там где но они не где-то жили но они только могли жить в сельской местности нельзя было там местечках то есть маленьких городках они могли жить то есть апрель определенные определенные профессии они не могли ими заниматься ну и тогда то есть не везде было но на территории европы остальное принципе произошла так называемая эмансипация евреев и она произошла двоякова во первых светские власти перестали запрещать евреям проживание и получение профессий проживания за пределами гетто и получения профессий и во вторых светские власти перестали сотрудничать с раввинами потому что частично вот такая обособленность обуславливалась диктатурой раввинов то есть иначе говорят те кто существовала договоренность определенных местностях между раввинами и светскими властями на то что светский власти в обмен на определенные услуги которые члены еврейской общины оказывали для светских властей то они договаривались что они будут отлавливать всех евреев которые не подчиняются законам так скажем который устанавливает раввины передавать их раввинам на суд и и так как пользовались и гетто автономии то есть судили их уже внутри где-то по еврейским законам и судили их там достаточно сурово то есть когда вот перестали светские власти с одной стороны запрещать селиться евреям там где-то за пределами где-то и с другой стороны делать ловить евреев которые которых раввины считали там отступниками и так далее и передавать их раввинам для суда то в общем все это начало как бы разваливаться вот такая вот обособленность евреев и евреи начали смешиваться с населением стран где они проживали и это уже произошло конец 18 начала 19 века и начали появляться достаточно ну в общем народы среди которых евреи жили начали понимать и осознавать то что евреи обладают достаточно недюжинным интеллектом потому что они начали с ними сталкиваться если до этого можно сказать что грубо говоря до 19 века единственным таким деятелем общеевропейского масштаба известным так далее который был евреем можно назвать сенеку то то уже после начиная с 19 века с начала 19 века уже начинают появляться представители еврейской нации но достаточно известны вот например скажем так дэвид рикарта это известнейший экономист один из последователей адама смита то есть классический один из основателей классической экономики человек у которого который фактически в общем карл маркс свою трудовую теорию стоимости он подчеркнул у дэвида рикардо то есть британский еврей но такая вот личность как она там ротшильд это один из пяти сыновей основателя династии ротшильдов мэра амшеля ротшильда и он заведовал его британским представительством то есть представительством в британии и с ним связан такой известный факт но один из потом много в чем был чем занимался но вот известный такой случай с ним связан касающийся битве при ватерлоу все знают что должна произойти битва но они знают при ватерлоу и так далее то есть вот должно решающее сражение произойти между французами под предводительством наполеона и войсками союзными которые противостоят наполеону под предводительством веллингтона и не ясен исход потому что все-таки наполеон великий полководец все это происходит 1815 году и от этого зависит если проиграют англичане выиграет наполеон соответственно на бирже лондонской акции сразу же упадут в цене если наоборот выиграют то поднимутся в цене и благодаря как говорят голубиной почте либо же там есть разные случаи что агент ротшильда воспользовался тем что за большие деньги переправился в шторм через ла-манш когда никто больше не мог там переправиться и раньше там на пару дней раньше получил ротшильд информацию о том что англичане выиграли и акции должны подняться в цене и он сразу же начинает акции продавать и все видя что он продает понимает что у него есть информация скорее всего так как он продает они начинают думать боже мой мы проиграли наполеон выиграл надо продавать акции и все тоже начинают вслед за ним продавать эти акции мгновенно обваливаются с нации падает очень низко и когда по его мнению она уже достигнула садового дна на данный ротшильд начинает выкупать акции скупает по самой низкой цене их через пару дней прибывает официальное сообщение там адъютант по моему виллингтона прибыл в англию с сообщением что победа за англичанами акции конечно же сразу же поднимается в цене и как на вот этой вот так скажем на этой операции как говорят потому что реально никто конечно же не знает сколько заработал на там ротшильд на этом но говорят что он заработал около 40 миллионов фунтов стерлингов 40 миллионов фунтов стерлингов это просто не невообразимая сумма в 1815 году это просто сумасшедшая сумма и это просто свидетельствует о том что человек обладал большой большой такой прозорливостью большим интеллектом ну конечно ничего не говорит о его особых там супер каких-то моральных качествах но это дело это уже другой аспект то есть у него был момент и он его использовал на полную катушку если продолжать британскую тему то в конце 18 в конце 19 века в 1874 году премьер-министром великобритании стал бенджамин дизраэли он надо понимать что он не был ни аристократом он не был ни крупным землевладельцем как большинство тех людей которые заседали вместе с ним в парламенте и тот факт что все таки несмотря на это учитывая то что британия до сих пор является достаточно таким сословным обществом несмотря на всю там демократию недемократию даже сейчас это резко сословное общество тогда человек для того чтобы его назначили премьер-министром великобритании должен быть быть просто супер выдающимся человеком но в общем не только в великобритании евреи отличились 19 веке то есть но если говорить про ротшильдов например то ротшильды это евреи которые из франкфурта и основной их операции в общем основан был дом во франкфурте и потом 5 сыновей его основателя империи ротшильдов они основали его отделением в лондоне в париже в неаполе в вене ну и один остался в франкфурте главой семьи стал после смерти основателя стал натан ротшильд британии хотя он не был старшим сыном но по по единогласному решению всех братьев он стал но и не только они в банковском деле отличились евреями виду но и так скажем уже середине девятнадцатого века начиная второй половине 19 века начинается такие вот появляются такие вот люди как например мэндельсон то есть музыки отличились мэндельсон либо же густав малер известный композитор симфонист ну и на поприще политэкономии они тоже отличились карл маркс он по происхождению еврей его отец уже был принял христианство он был адвокатом ну дед его был по моему родину и отец его отправил берлин учиться на адвоката но так вот вам скажу ребята родители пошлете своего ребенка учиться непонятно что чему там научиться в том институте и там университете и в общем середине девятнадцатого века уже начали отмечать уже начали в литературе появляться такие вот упоминание о том что то есть понимание людей не евреев о том что евреи обладают определенным интеллектом начала появляться уже в литературе скажем так вот например фрэнсис англичанин фэнсис гальтон он издал такую книгу выпустил наследственный гений в 1869 году и он один из первых который производил замер интеллекта и он у него была такая лаборатория которую он в общем приходили туда люди и он их всячески обмерял по всяким там он один из тех кто в общем один из отцов дактилоскопии то есть идите к цели людей по отпечаткам пальцев то есть до него происходить производились опыты по дактилоскопии но криминалисты опасались его этот метод применять потому что было такое в общем было неясно может быть все таки возможно существование двух разных людей с одинаковыми отпечатками пальцев и фрэнсис гальтон мне тем что он первый доказал что невозможно существование двух одинаковых наборов отпечатков пальцев у разных людей вот он когда замерял интеллект это он отметил высокий интеллект евреев и китайцев по результату результат этих замеров показали у евреев и китайцев значительный интеллект был также француз артюр дегобино который выпустил четырехтомник сц они равенстве человеческих рас и он там несколько лет подряд там а последовательно выходили с 53 от 1853 по 1855 год и он там написал то есть он один из основоположников там вот это вот арийского учения и он считал что арийцы и евреи это две наиболее умные раз нас сейчас не интересует мы рассмотрим не в том смысле правильно ли его учение российская фактически или нет мы рассмотрим в том смысле что он отметил что евреи имеет значительный интеллект это важно для нас в данном случае а вот это вот вот эту теорию об арийцах и о евреях дальнейшем от артюра дегобино воспринял всем известный шикель грубер и в общем вся вся его расовая теория в значительной степени базировалась на вот артюре глубина который при жизни не было особо известен он уже после смерти был увеличен ну теперь говорим о так называемых тестах айки в общем впервые он был разработан альфредом бене в 1905 году а в 1912 он был усовершенствован улучшен вильгельмом штерн и вильгельм штерн был профессором психологии в университете бреслау бреслау тогда он находился на территории германии сейчас это польский город вродслав вильгельм штерн кстати был по моему тоже еврея состоит этот тест вот в чем что там есть определенный набор заданий которые надо выполнить по результатам его начисляется какой-то балл он сделан таким образом что система баллов таким образом что если взять все население земли то среднем получится интеллект всего населения земли в среднем составит 100 баллов 66 процентов населения уложится в результат между 85 и 115 то есть иначе говоря это так называемое стандартное отклонение то есть плюс минус 15 баллов в это станут стандартное отклонение входит 66 процентов населения земли то есть две трети двойное стандартное отклонение плюс минус 30 баллов в этот промежуток входит 96 помещается 96 процентов населения земли иначе говоря только два процента населения земли обладает эти меньше чем 70 и больше чем 130 что такое айкью 70 это айкью 70 и там ниже это человек который не знаю там ходит под себя не способен разговаривать там еще что-то полная чушь человек айкью 70 он может заводить семью он может получать профессию этот человек может ну то есть воспитывать детей нормально жить в обществе заводить друзей все такое то есть недостаток именно вот такого грубого интеллекта так скажем именно такого он восполняет такой такой человек восполняет жизненным опытом то есть обучением то есть он может учиться как получая непосредственно инструкции от кого-либо так и просто наблюдая за человеком который выполняет работу то есть достаточно большой круг профессий доступен для людей с айкью 70 и единственное что не особо им подходят мягко говоря профессии которые требуют значительного но очень развитого абстрактного мышления им не подходят такие профессии но в остальном это ну как бы нормальные люди но конечно же говоря по простому глупее чем люди с интеллектом 100 и у них но большая вероятность того что они там будут менее обдуманные поступки какие-то совершает то есть там большая склонность к пьянству может быть употребление других веществ к перееданию то есть обычно люди с меньшим айкью живут меньше потому что не совсем осмысленные делают в общем решение принимает своей жизни которые сокращают им жизнь и так далее люди с интеллектом 130 и выше составляют тоже 2 процента населения земли что это значит если население земли 130 7 миллиардов человек то людей с интеллектом 130 и выше 2 процента это 140 миллионов человек на земле людей в настоящее время проживает которых интеллект больше чем 130 это очень много действительно умных людей на нашей земле это в общем посмотрите вокруг это пока то есть мы не зря живем в таком вот время технического прогресса и так далее просто у нас очень много на земле сейчас действительно умных людей теперь мы можем поговорить о айкью евреев различных групп потому что евреи это неоднородная какая-то масса есть различные суп этносы среди евреев самые умные это так называемые ашкеназы ашкеназы это те которые говорят на во всяком случае говорили раньше на идише потому что они первоначально жили на территории германии потом когда для них условия в германии ухудшились они начали перемещаться на территории речи посполитой и в конце 18 века когда речь посполитая была разделена между пруссией австрией и россией все эти страны в наследство получили значительные значительные количество еврейского населения на своей территории и в 19 веке были приняты вот эти вот российские законы по поводу черты оседлости то есть призванные для предотвратить распространение евреев на территорию найти территории где до этого их не было дорого то есть они дать не проживали до раздела речи посполитой ну и там были другие ограничения в 80-х годах они начали массово ашкеназы начали массово переезжать в сша сейчас их проживает там около 6 миллионов человек и так как у них средний айкью 110 это очень высокий айкью средний если брать средний то совершенно неудивительно что они сейчас сша фактически контролирует внешнюю политику занимают очень большим влиянием на телевидении массу средствах массовой информации в голливуде и так далее то есть благодаря тому что они действительно умные люди то есть опять же если выразить количественно если взять двойное стандартное отклонение от среднего в 110 то получится что из этих 6 миллионов два процента обладают интеллектом выше чем чем 140 и это очень большой айкью то есть иначе говоря два процента от 6 миллионов это 120 тысяч человек 120 тысяч евреев ашкеназов проживающих в сша имеет айкью больше чем 140 это достаточно много умных людей которые очень удивительно что они имеют определенный вес сша следующая группа так скажем сад этнос еврейский это так называемые сифары о них меньше менее известно я скажу почему в общем оценивают их айкью в 98 они проживали на территории испании до 1492 года дело в том что в испании в течение грубо говоря 700 или там 800 лет шла так называемая реконкиста и на территории испании все эти 800 лет проживали как католики христиане так евреи так и мусульмане в 1900 1492 году было пола так скажем последнее мусульманское государство на территории испанское иберийского полуострова на территории испании современной это было гранатский и гранатский но в общем граната так скажем по моему так называлось правители король и королева испании то есть фердинанд и изабелла они сказали что мы отказываемся от тройной религии которые вот у нас действовал на территории испании до этого и мы становимся чисто католическим государством поэтому либо принимаете католичество либо убирайтесь вон то есть я доказал всех как мусульман так и евреев и и поэтому многие покинули не желая принимать католичество многие евреи покинули испанию часть из них осталось это так называемые были по моему их назвали мараны то есть это евреи которые приняли христианство внешне но но сами там мы решили практиковать все таки иудейскую религию тайна и именно против них в основном было против них и против крещённых мусульман было направлено действие испанской инквизиция который вот который иногда путает просто католической инквизиции нет испанская инквизиция это совершенно отдельный разговор ну и там шли на кострах так далее это были в основном евреи которые приняли христианство на самом деле продолжали исповедовать иудеизм значительная часть сефардов переселилась в на балканы часть них переселилась в нидерланды то есть ответ антверпене и в амстердаме были большие так скажем диаспоры сефардов но значительно подавляющее большинство переселилась на балканы грецию болгарию и значительная часть из них большинство из них погибло во время второй мировой войны то есть сейчас сефардов насколько я знаю почти не осталось те которые выжили переселили сейчас находят проживает в израиле веселились в израиль третья группа это так называемый мизрахим это те евреи которые проживали на территории ирана ирака марокко на территории палестины до образования еврейского государства тоже проживало некоторое количество евреев то есть еще со времен ну то есть не все евреи было оттуда ушли после разрушения иерусалима римлянами они то есть оценивается их айкью в 91 они после образования государства израиль так как резко на резко враждебное сменилось отношение к ним среди мусульманского населения среди которого не проживали до этого достаточно спокойно они были вынуждены все переселиться на территорию израиля и есть еще такой вот спорный это ну как спорные они так называемые эфиопские евреи ну то есть они иудеи но они генетически никак не связанные с остальными еврейскими субэтносами то есть они связаны только религиозно с ними потому что они исповедуют религию у них айкью 69 и примерно также такой же как и у окружающих их африканских народов которые населяют африку южнее чем пустыня сахара теперь сравниваем с другими народами то есть ашкеназы айкью 110 и на данный момент вот эта группа является самой умной группой на земле после них идут северо-восточная азия это китай япония корея средние 105 дальше идут северная центральная европа айкью 100 после этого идут и южная европа это греция сицилия андалузия калабрия айкью 92 потом идут субэтнос израильский мизрахим 91 чернокожие сша средние имеют порядка 85 арабы с северной африки средний айкью 84 южная азия то есть это вьетнам камбоджа бирма и так далее 84 чернокожие которые проживают на карибах айкью 72 чернокожие проживающие в африке средние 70 аборигена австралии средние 62 и наименьшим айкью обладают пигме тропической африки тропических лесов конго айкью 53 если же говорить о структуре интеллекта евреев то тут можно от нужно отметить такую особенность что очень сильны и евреев в качестве вот в вербальном отношении то есть то что касается разговор разговорной речи подвешенного языка и логическая аргументация то есть способность отстоять свою позицию аргументирована то есть то есть если брать опять же 100 средний показатель то в этом смысле у них показатель порядка 115 гораздо хуже сравнительно хуже то есть на среднем уровне находится интеллект касающихся визуальных пространственных каких-то вот визуально пространственного мышления то есть способность например взять какую-то головоломку деревянную и понять каким образом ее надо сложить для того чтобы она ну все все части стали на место то есть в этом то есть обычный средний уровень поэтому это все отражается на тех отраслях где преимущественно представлены и то есть там где нужна логическая аргументация и хорошие вербальные способности то есть это наука логическая аргументация это литература это европе юриспруденция то есть там где надо свою точку зрения представить наиболее логичным и убедительным образом они очень хорошо представлены опять же если брать например скажем так очень много комедийных актеров актеров вообще но в основном но в первую очередь комедийных актеров либо же комиков в в такой таком жанре как стендап очень много среди них евреев потому что это именно то что не получается очень хорошо хуже обстоит дело с инжинирингом из архитектуры то есть если мы в науке там литературе юриспруденции и так далее мы можем легко сказать назвать там имена и выдающихся евреев то что касается архитектуры инжиниринга то это уже не так легко это не значит что они не представлены совсем просто значит что они к этому меньше тяготеют ну и теперь мы можем уже наконец-то перейти к теориям к гипотезам которые объясняют высокий интеллект высокий интеллект евреев именно в первую очередь именно суват нас ашкеназы ну первая теория это евгенька евгеника это улучшение человеческой так скажем породы и звучит она таким образом эта теория что раввины пользовались очень большим влиянием в еврейском обществе до эмансипации но для того чтобы стать раввином надо было обладать большим интеллектом именно именно смысле логической аргументации смысле вербальным и так далее но богатые евреи стремились за раввинов выдавать своих дочерей ну что было это очень престижно и получилось такой вот как бы союз денег и интеллекта и так как иначе говоря отпруски раввинов имели наибольшие шансы выжить потому что они в нормальной зажиточной обстановке росли с хорошим питанием именно питание до 20 века именно хорошее питание обуславливала выжима выживаемость потом потомство потому что если хорошее питание значит хорошее здоровье и сопротивляемость болезням в отсутствие антибиотиков современной медицины это один был из таких вот основополагающих факторов которые обеспечивали выживание потомство человечества людей до современной так скажем медицины и если это пару тысяч тысячелетий вот такой вот практике когда потомки наиболее умных людей в определенной группе имеет наилучшие шансы на выживание соответственно они поднимают уровень айкью во всей группе со времени так как эти потомки дают своих потомков и так далее эти гены распространяются по всей популяции это вот первая теория следующая теория это теория преследования то есть так как евреи в общем подвергались гонениям то те кто были умнее заранее могли это предвидеть и вовремя смыться те кто был поглупее оставались на месте и исчезали вот такой вот шел естественный отбор следующая теория это теория дискриминации то есть но она частично с евгеникой с евгенической теории перекликается то есть теории декриминации означает тем что так как они могли определенными профессиями только заниматься одна из них расставщичество то есть то есть те которые были в этом хороши в том смысле что могли оценить нормально во первых могли убедить клиентов и своих контрагентов на хорошие условия на выгодные для для них самих условия для расставщиков условия правильно оценить платежеспособность и все такое прочее вот они получается процветали соответственно могли оставить большое количество потомков ну и и передать свой интеллект большому количеству народа и дальше это все так же как и в случае с евгеникой то есть если первом случае это было связано с раввинами второе во втором случае это с ростовщиками банкирами связывается третья теория это так называемая вероотступничество то есть есть такой ученый чарльз мерой он предложил эту теорию он отметил что что численность еврейского народа с первого века нашей по 4 века с ней снизилась грубо говоря с 4 миллионов человек до полутора миллиона человек по оценкам историков и он это связывает с тем что в общем те мальчики которые не могли как бы выучить постулаты еврейской веры они как были отринуты от еврейского народа то есть они могли они это все выучить из-за того что не недостаточным интеллектом обладали вот по его теории они были отринуты от еврейского народа и соответственно сократился остались только самые умные и которые дальше вот передали свой ум свой интеллект последующим поколением и последняя теория это том что появился новый ген ген интеллекта и эту теорию выдвинули такие ученые как охран харди и харпин динг вернее даже не не новый ген а один из мутациях одного из существующих генов которая привела к значительному росту интеллекта и этот ген именно в популяции ашкеназов зародился примерно по их мнению где-то в районе 1200 года нашей эры то есть грубо говоря там 800 лет назад распространился среди ашкеназов он этот ген и побочным явлением это есть определенные генетические заболевания то есть побочным явлением этого гена и достаточно известно что ашкеназы обладают большим количеством генетических заболеваний одно из таких вот которые ассоциируются с большим интеллектом генетическое заболевание то есть коррелируется интеллектом это болезнь и душа но если немножко поговорить об этих теориях то до тех пор пока не представят этот новый ген то как бы мы это просто теория ничем не доказанная она была выдвинута 10 лет назад пока этот ген на и не нашли в общем ну то есть ее как бы нельзя на самом данный момент рассматривать если говорить про вероотступничество ну да было сокричит сокращение популяции но могло быть вызвано тем что общим упадком дело в том что евреи жили на территории римской империи которая постепенно приходила в упадок скажем если так скажем если в на момент об скажем пятом году до нашей эры население рима составляла по разным оценкам примерно около миллиона человек то в 800 году нашей эры когда карл великий там был коронован первым императором священной римской римской империи население рима составляла 30 тысяч человек всего лишь то есть какая вот огромная была депопуляция то есть иначе говоря 4 5 теории такие шатки достаточно в основном исследователи но ученые склонны отдавать предпочтение первым трем теориям комбинации этих трех теорий и так далее то есть вот скорее всего такой был произошел естественный отбор в результате вот этих вот трех первых теорий переплетения факторов которые объясняются в этих трех теориях на этом все спасибо за внимание до свидания